За моей спиной здание Политехнического музея. Это, пожалуй, одно из самых крупных строений центральной части Москвы. И возникло оно в самом начале 20 века. Это редкий по своей архитектурной неоднозначности строение было специально создано для музея. Этот музей был задуман как крупнейший в России просветительский центр, функцией которого входило распространять знания о современных технологиях, технике, науке среди всех слоев населения. Вот эта миссия Политехнического музея сохраняется уже более 130 лет в разные эпохи существования нашего государства. Сегодня Политехнический является одним из старейших технических музеев мира, одним из крупнейших в Европе, с богатой историей. У нас более 150 тысяч единиц хранения, несколько десятков уникальных коллекций, представляющих развитие отечественной и мировой техники, телевидения, радио, автомобилестроения, мотоциклов. В наших стенах происходят встречи ученых, выступают с лекциями деятели науки, культуры. Мы организуем специальные программы для детей. Короче говоря, люди разного возраста могут прийти к нам и узнать для себя много нового и интересного. Я приглашаю москвичей и гостей столицы. Приходите в наш музей, и я думаю, вам он покажется интересным. Добрый день! Мы с вами находимся в зале вычислительной техники. Вычислительная техника нам нужна всегда, считать приходится всегда. Но, пожалуй, самый удобный и первый прибор, он всегда с нами. Это 10 пальцев на руках. И сейчас я вам покажу, как можно на пальцах умножить на 9. Если вы забыли вдруг таблицу умножения на 9. Достаточно отложить множитель 1, 2, 3, 4 и так далее. 9 сохранить в памяти, и результат вы сразу увидите сейчас на экране. Справа я отсчитываю второй палец, умножаю 9 на 2. Результат уже готов. До загнутого пальца десятки, после него единицы. 18. Результат складывается из 9 пальцев. 9 и 5. Загреваем пятый пальчик, и в результате опять верный ответ 45. 9 и 9 уже на пальцах второй руки, и тоже верный ответ 81. Так что, если вдруг вы забыли таблицу умножения, или хотите научить своих детей, и вот таким образом можно это сделать. Но все-таки на пальцах не всегда удобно считать. Люди стали обращаться к помощи предметов. То, что буквально валялось на земле под ногами, это косточки, камешки. Вот это число 300. Хотите верьте, хотите нет. Но если их пересчитать, это будет точно 300. Ну а как запомнить такое число? Нужно взять деревянную палочку и написать на ней условными зарубками. Такое древнее устройство называется бирками, и разные зарубки позволяли записать число. Единица, прямая палочка, наклонная 5, ну а крестик это десяток. Все-таки хочется не только считать и записывать числа, но и считать, вычислять, работать с большими числами. Древние греки предложили абак. Гениальное изобретение более 2000 лет тому назад. Каждая вертикальная бороздка доски это разряд. Косточка в разряде единиц единицы. Если ту же косточку переносим в разряд миллионов, это уже миллион. Но чтобы косточки не терялись, их нанизали на проволочки и на веревочки. Появился китайский прибор. Цуан-пан. В основе их лежит пятеричная система. Вот почему косточек всего 7. Они разделены перегородкой. 5 и 2. 5 косточек справа это 5 единиц. 2 косточки слева это 10. Здесь каждая по 5. А считает, перебрасывая косточки к перегородке, очень легко. 1, 2, 3, 4, 5. Теперь 5 мы заменяем одной. 6, 7, 8, 9, 10. Десяток можно отложить двумя пятерками или одной косточкой в разряде десятков. А вот когда китайский прибор попал в Японию, японцы решили справа слева выбросить по одной косточке. Но принцип сохранился. Имея 5 косточек, можно считать точно так же. Но еще быстрее. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9. И десяток сразу откладывается в следующем разряде. Но это копии. Модели, макеты, ну они всегда присутствуют во многих музеях. А вот в руках у меня подлинник. Самые настоящие японские счета, современные. Я их расположила точно так, как должны они располагаться. Обязательно большой стороной к считаемому. Эта часть называется земля. Малое небо. Считай достаточно быстро, только двумя пальчиками, большим и указательным. Перебрасывай косточки к перегородке. Как показывает практика, на таком приборе можно считать так же быстро, как на калькуляторе. И что интересно, до сих пор во многих японских школах сарабан используется. И это, в общем, самостоятельный учебный предмет, очень важный. Ну, во-первых, этот прибор хорошо развивает пальцы. Ребята приобретают навыки, которые необходимы при работе на компьютерах и калькуляторах. Наши русские счеты, они не имеют никакого отношения к восточным, развивались совершенно самостоятельно. И далеким прообразом русских счет был дощанный счет. Дощанный счет – это просто деревянный ящик. Внутри ящика нанизывались натуральные косточки от слив или вишен. Вот откуда название – косточки. Но потом от ящика осталась одна половинка, чтобы сделать ее попроще и полегче, в днище взяли, просто вырезали овал. Ну, а считать можно точно так же. Товарищ Корейко! Да? Александр Иванович, вы мне не подскажете, сколько будет 836 умноженное на 423? Э-э-э... 353628. Спасибо! Пожалуйста. Феномен. Другой бы на его месте карьеру давно бы сделал. А эта шляпа так всю жизнь не будет сидеть на своих 46 рублях жалования. Ну, вот в руках у меня счеты 19 века. И здесь обращают на себя внимание необычные две проволочки с четырьмя косточками. Ну, возникает вопрос, зачем они нужны? Оказывается, всегда в конструктный счет, как в зеркале отражалась денежная система. Ну, если вспомнить, в 19 веке была маленькая денежная единица, полушка. Четверть копейки. Маленькая медная монетка. Копейка делилась на 4 полушки. Вот вам одна полушка. На нее можно было, ну, наверное, купить пирожок. Ну, конечно, косточками неплохо считать. Но оказывается, еще быстрее колеса несут числа. И вот уже механизация вычислений началась в 17 веке. Очень многие математики, ученые известные, создавали различные вычислительные устройства. Но, пожалуй, важнейшим изобретением в области механизации вычислений является изобретение француза Карла Томаса. Карл Томас назвал свою машину арифмометр. Здесь два слова. Арифм – число, а метр – измеряю. То есть, дословно, машина для измерения чисел. Сейчас это правильное ее положение. Вот трудно, наверное, поверить, но этой машине 150 лет, и она сейчас на ваших глазах будет прекрасно считать. Внутри, как правило, механических машин находились и колеса, и рейки, валики, различные механические элементы. Числа устанавливались строго по разрядам. С помощью вот этих маленьких кнопочек мы набрали сейчас число 25. И достаточно повернуть один раз ручку по часовой стрелке, как ответ уже мы видим вверху в счетном механизме. Поворачивая ручку в одну сторону, мы складываем. Ну, а если нужно вычитать или делить, а как мы знаем, деление – это и есть вычитание, достаточно кнопочку переключить вниз, здесь механизм идет в рабочем уже обратном положении, и машина начинает вычитать или делить. Но если нам захочется с вами получить отрицательные числа, здесь ничего не получится, потому что все механические машины знают только положительные числа. Машина хорошая, но если вдруг возникла проблема, и нужно ее взять и перенести хотя бы в соседнюю комнату, то вот тогда придутся мне обратиться здесь к помощникам. Поэтому многие изобретатели математики пытались машину усовершенствовать, и здесь было очень много. Пожалуй, самое интересное изобретение предложил наш соотечественник, петербургский инженер-механик Однар. Однар – швед по национальности, но всю жизнь прожил в Петербурге. Великолепный был механик, но прославил и свое имя и Россию именно арифмометром. Я думаю, что большинство известны арифмометры «Феликс». Ну, а это вот один из первых, который выпущен в конце 19 века в Петербурге на заводе Однара. Внутри этой машины вот это основное изобретение Однара. Вот такие колеса. Ну, понятно, что они не такие большие, они в 10 раз меньше. 9 колес стоит вертикально друг за другом, а вот этим рычажком я сейчас буду набирать числа на машине. Тогда из тела колеса будет выдвигаться то количество зубцов, которое соответствует тому или иному числу. Мы установим 125. Предварительно нужно сбросить все со счетного механизма. Очень интересными элементами, которые достаточно смешно называются, барашки, гашения. И поворачиваем ручку. Машина прекрасно считает, но вот главное достоинство арифмометра Однара в том, что можно поворачивать ручку и в одну сторону, и в другую. А вот в другую машина уже высчитает и делит. Все замечательно. Но если вдруг нужно работать с большими числами, как здесь умножить? Ну, например, 25, но уже не на 25, а на 125 или на миллион. Неужели такое количество раз вращать ручку? Конечно, нет. В том и гениальность изобретения, что здесь умножают по разрядам. Точно так же, как мы умножаем число в столбик. Поворачивая ручку, но уже по разрядам складывая число, мы можем это сделать достаточно быстро. Вот почему арифмометр путешествовал по всему миру. Тимофей Иванович, приплюсуйте-ка сегодняшний. Да, вот что я решил. Китайскими больше брать не будем. Миллион. Сколько? Была самая популярная машина и выпускалась под различными названиями. Целую коллекцию арифмометров, я думаю, вам еще предстоит увидеть. Все хорошо. Но вот чисто набирать рычажками-то не совсем удобно. Решили заменить их клавишами. Эта идея пришла одному из первых, американскому инженеру и механику Юджину Фельту. Вот, пожалуйста, вам клавишная машина. Все удобно. Быстренько набираем число. Но вот машина только в основном складывает. Можно вычитать. Но методом арифметического дополнения. Как правило, все-таки на практике на машине складывали. Но зато очень-очень быстро, точно. Это самая известная машина во всем мире. Каптометр. Машине тоже почти 100 лет. Но посмотрите, как великолепно она работает, складывает. Но хочется считать это еще быстрее. Теперь уже механическую машину подключили. Как вы думаете, что? Ну, конечно же, электромотор. Машину включили в сеть. Вот там уже проходит шнур. Мы с вами сейчас... Видите, она зашумела. Ну, понятно, машина работает уже с другой скоростью. Умножим два числа и посмотрим, как интересно это выполняется. Одно число набирается на большой клавиатуре, а второе на маленькой. Я всего-навсего 25 умножаю на 25. Клавиша крестик. Все обозначения нам понятны. Зашумели колеса. Они трутся друг от друга с большой скоростью. Ну, а что если большие числа? Мы сейчас установим максимальные числа на машине. 9 девяток. Один из множителей. И второе число. 8 девяток. Огромные числа. Вот посмотрим, как справиться она с этой задачей. Пожалуйста. Шумит машина, конечно, не очень удобная. Представьте, когда несколько было таких машин, бухгалтеры или экономисты, люди, может быть, даже творческие фракеты, сидели в одной комнате. Ну, потом, конечно, эти механические элементы стали заменять электронными. И вот уже появляются настольные электронные машины. Ну, вот, например, такая. Искра 122. Таких машин было очень много. Настольная помощница людей самых разных профессий. Бесшумно, быстро. Все четыре действия и проценты. Ну, все-таки хотела, чтобы машина не только считала, но и записывала. Идея в соединить счетный пишущий механизм пришла еще в конце 19 века. Ну, вот появилось что-то наподобие кассового аппарата. Хотя настоящий кассовый аппарат известный фирмой «Националь» можно тоже увидеть в нашем музее. Устанавливается число, достаточно нажать на ручку, и отпечатывается число на бумажной ленте. Такие машины 50 лет тому назад в нашей стране выпускались и очень активно использовались в сфере учета. Все хорошо, но хочется все-таки машину взять, наконец-то положить в карман, везде ходить и считать. Ну что же, эта идея тоже реализовалась. Причем это тоже приоритет России. В середине 19 века, как ни странно, не математик, ни инженер, ни конструктор, а музыкант, учитель музыки Кумер предложил взять две металлические пластиночки, между ними расположить зубчатые рейки. Это почти то же самое, что расческа. И передвигая эти рейки вверх или вниз с помощью крандаша или просто металлического гвоздика, на приборе оказалось очень просто складывать или вычитать. В основном приборы служили для простейших расчетов быту. Достаточно были дешевые и удобные. Вот с одной стороны мы можем сложить, с другой вычесть. Ну вот это, правда, не российский предмет. Это немецкий, а диатор под названием. Они были очень популярны в Германии, выпускались под различными марками. Ну а в нашей стране выпускались с числителей Кумера вплоть до середины 70-х годов. Вот они и стали прообразом калькуляторов, которые есть сегодня, наверное, ни в одном экземпляре в каждой семье. Перед вами коллекция арифмометров Однера, насчитывающая более 30 единиц. Самые разные машины. Наибольший интерес представляет первая, изготовленная на заводе Людвига Нобеля в Санкт-Петербурге. Конец 1870-х годов. Известная марка Брунсвик. Немецкая модель, которая первой стала выпускаться в Европе. Большую известность получили также немецкие машины Вальтер, Триумфатор. Американская Мерчин была известна во всем мире. Ну и все-таки в меньшей степени известна югославская модель Загреб. Все-таки наша самая популярная и в 40-е, и в 30-е, и в 50-е, и даже в 70-е годы была Феликс. Вот здесь она у нас в самых разных вариантах. И заканчивается арифмометр Однера клавишными моделями. Модель ВК-1, ВК-2. Здесь уже числа набираются с помощью удобной клавиатуры. А в модели ВК-2 уже электромотор. И здесь не нужно совсем вращать ручку. Все очень быстро и удобно. Но сегодня эти машины уже заняли место в коллекции музеев. Вычислительные машины очень разнообразны. И среди механических машин можно выделить целый класс бухгалтерских фактурных машин, которые служили в основном для решения бухгалтерских задач. Выписки счетов, фактур. Бухгалтерские машины Мерседес очень известны были во всем мире и широко использовались в нашей стране. Фактурные машины Рейн Металл. Но это тоже известные немецкие фирмы. Аскота. Эти машины тоже широко применялись в 70-80-е годы в нашей стране. К сожалению, в России подобного плана машины не получили широкого развития. Но вот Аскота была очень известна. И зарплату на целом ряде предприятий считали именно на машинах такого класса. Но чтобы рассчитать зарплату, оформить соответствующую ведомость, документ, все точно на документе было рассчитано по графам и столбцам, машине нужно сообщить программу. Она составлялась с помощью вот такого металлического шиноуправления. И металлическими маленькими стопсами устанавливали, что в данной графе нужно сделать. Отпечатать число, сложить его с последующим, предыдущим, вычесть все налоги, записать где-то фамилию и так далее. Шиноуправление устанавливалось, в каретку машины. Делалось это достаточно быстро и просто. Затем оператор занимал место за рабочим столом и пользовался всей клавиатурой машины. В центре алфавитная клавиатура, с помощью которой можно было записать любой текст, любую фамилию. Ну и установочные клавиши, цифровые клавиши, которые позволяли записать все начисления, все удержания. Машина все сама посчитает автоматически и выдаст окончательный итог. Но вот если предприятие большое, и если задачи очень сложные, не только бухгалтерские, но и статистические, вот тогда уже на помощь приходят машины другого класса. Перфорационные вычислительные машины. Перфорационные вычислительные машины – это отдельный класс. Он качественно отличается и от бухгалтерских машин, и от настольных, тем более от рифмометров. Посмотрите, целый ряд различных устройств. И в то же время они функционально зависимы друг от друга. Основой машин является использование перфокарт. Данные записываются на перфокарту в виде пробега, поэтому и названия машины перфорационные. И затем ведется обработка этого документа машинного. Поэтому предусмотрено в перфорационных машинах перфоратор, который позволяет нанести информацию в виде пробивок на носитель, контрольник, который проверяет правильность информации, нанесенную. Ну и затем самая основная машина, вычислительная, она называется табулятор, который считывает информацию, с перфокарты оформляет документ. Ну, здесь есть и масса дополнительных устройств, чтобы автоматизировать буквально все участки работы. Но самое главное, правильно оформить перфокарту. Поэтому закладывается она, чистая перфокарта, в перфоратор. И оператор слепым методом, поэтому на клавишах нет никаких цифровых обозначений, очень быстро наносит данные. Пробивки, соответственно, в заданных колонках выполняются на перфокарте. Ну, конечно, да могут быть допущены ошибки, но чтобы их не появилось в документах окончательных, обязательно перфокарта поступает на контроль. И оператор, в принципе, должен выполнить ту же самую работу, повторить всю информацию на контрольнике, но вдруг допущена ошибка, тогда звоночек дает нам об этом знать. И только после этого вся документация на перфокартах поступает в табулятор. Вот сюда закладываются перфокарты. Они должны пройти небольшой путь, спуститься вниз, но пройдя при этом через специальный щеточный блок, который считает информацию и выдаст ее в виде уже конкретной цифровой информации на документе. Вот это и может быть уже готовая или ведомость на заработную плату, или какой-то бухгалтерский документ, или сводный статистический документ. Такие машины очень широко использовались в 50-е, 60-е годы на крупных машиносчетных станциях, причем в зале табуляторов стояло до 10-15 машин. Это электромеханическая машина, очень много механических элементов. Шум стоял очень сильный. Сегодня эти машины тоже заняли свое место в музее. Машины эти появились активно, стали использоваться уже в 30-е годы. Ну а прообразом перфорационных машин является знаменитая машина Германа Галлерита. В 1888 году американский инженер Герман Галлерит предложил машину для статистических расчетов. Ну, к идее пришел он совершенно случайно. Он работал в одном американском статистическом департаменте при очередной переписи населения. Ну и тогда для обработки данных использовались арифмометры, кавтометры, о которых уже шла речь. Но, к сожалению, быстро и точно обработать информацию огромный поток данных с помощью таких машин не представляло возможным. Герман Галлерит предложил для этой цели специальную машину. Он и назвал ее статистической. Особенностью машин являлось использование перфокарт. Все данные записывались на перфокарту в виде пробелок. Ну, к этой идее он тоже пришел совершенно случайно. Однажды он ехал в поезде и видел, как компостером пробивает билеты в контролер. Вот он и решил подобно тому оформлять документы для машины. Для этого он придумал специальное устройство, которое называется перфоратором, ручным перфоратором или пантографом. Закладывается чистый бланк перфокарты и по карте-шаблону оператор сидит и вот так утомительно переносит данные на перфокарту. Надо сказать, что работа эта не из приятных. Ну, кроме того, и производительность не очень высокая. Если бы мы с вами сидели просто за столом и карандашом отмечали положительные моменты, ну, просто вручную, производительность была та же самая. В час можно было обработать не более 80 карточек. Самое главное, что счет выполнялся очень быстро. Почти в 5-6 раз быстрее, чем на арифмометре или каптометре. Считала вот эта основная машина, стабулятор. Это первая в мире электромеханическая машина. Здесь не хватает еще больших электрических батарей. Закладывалась карточка в специальный воспринимающий пресс. Идея здесь достаточно оригинальная. Верхние части пресса, иголочки на пружинках, они точно могут совпать с любым отверстием на перфокарте. Внизу под прессом много кругленьких отверстий. И любая иголочка может пройти через это отверстие, достигнув специальной чашечки с ртутью. Ну, не удивляйтесь, ртуть – это жидкий металл и хорошо проводит электричество. И вот такая идея действительно здесь была использована. Закладывается карточка, опускается верхняя часть пресса. В местах пробивок проходит иголочка, достигает ртутицы, замыкается. Ну, все остальное понятно. Отверстие преобразуется в электрический импульс по системе проводов, поступает в соответствующий счетчик. Ну, а счетчики уже считают. Счетчики здесь суммирующие. Они только складывают, но этого было уже вполне достаточно. На каждой горизонтальной строке подсчитывался какой-то признак. Хорошо считать, но можно было еще сортировать перфокарты по какому-то признаку. Например, женщин в отдельную колонку, мужчин в другую, детей того или иного возраста в третью и так далее. Таким образом, кроме счета вычислений, здесь еще производилось сортирование. Машины галерита очень широко использовались прежде всего для статистических задач, для переписи населения. И в Америке, и в Канаде, и в Швеции, и Норвегии в 1897 году было задумано царским правительством провести всероссийскую, первую всероссийскую перепись. Вот тогда у фирмы «Галерит» было закуплено несколько машин. Перед вами машина, которая участвовала в первой переписи. Это уникальная машина. Ну, мало того, что вообще подобных машин в мире-то оставалось, ну, буквально четыре. Но и для нас она представляет огромный интерес. Именно потому, что на ней считали первую перепись. Ну, «Галерит» прославился с тех пор на весь мир. Действительно был известный статистический инженер. И однажды он написал замечательные слова. Я вовсе не удивлюсь, если определение «статистический инженер» не станет общепринятым. Но если все же в будущем это случится, я буду счастлив от того, что был первым статистическим инженером. Именно так «Галерита» во многих странах и знали, как статистический инженер. Точно так же он был известен и в период первой всероссийской переписи населения. Ну, надо сказать, что это событие в его жизни сыграло огромную роль. Потому что накануне приглашения в Россию у него дела шли не очень хорошо. Машины «Галерита» были довольно дорогостоящие. И когда перепись проводилась в той или иной стране, как правило, шла не закупка машин, а брали их в аренду и перевозили из одной страны в другую для проведения очередной переписи. А вот перед тем, как пришло приглашение из России, сидел с такими не очень хорошими мыслями «Галерит» в доме, и вдруг мимо него прилетела черная кошка, пробежала. И он посчитал, что это очень хороший знак. Действительно, вдруг приходит приглашение из России, и вот тогда его дело идет на поправку. Достаточно много машин было привезено в Россию, и часть, как всегда, конечно, была передана в аренду. Тогда комитет по статистике располагался в Санкт-Петербурге. Там разворачивалась перепись населения, и сам «Галерит» неоднократно приезжал в Россию. Он очень любил эти поездки. И вот из одной из поездок он привез замечательное фото. Поскольку мороз был сильный, в январе 1897 года было очень холодно. Галериту нахлобучили вот такую шапку, одели в теплое пальто. И вот эта фотография была одной из любимейших в его альбоме. С тех пор, с того памятного события, вот эта единственная машина здесь у нас и заняла почетное место. Фирма «Галерит» с тех пор выросла в крупнейшую корпорацию, которая называется IBM. Ну а многие идеи, которые здесь реализованы, получили дальнейшее развитие в электронных машинах. Но в мир электронных машин, в мир персональных компьютеров мы приглашаем вас в следующий раз.